Семья Олейник большая и очень дружная. Двое смышленных мальчишек, Паша и Саша, мама, папа и двоюродный дедушка Филя, как его ласково называют все члены семьи. Флипп Иванович Данилюк, которому недавно исполнилось 76 лет, инвалид первой группы. Ему нужен серьезный уход и постоянное присутствие рядом. Эти обязанности на себя взяли супруги Олейник уже много лет назад. Они так давно смогли официально стать замещающей семьей. Летом этого года, уже будет как два года, мы с дедушкой находимся именно в плане замещающей семьи. Хотя до этого мы эти обязанности исполняли, можно так сказать, просто неофициально. Так сложилось, что оказалось, что мы можем и мы подходим на такую роль, так как дедушка нам, можно так сказать, что он нам не родной. Это брат моей бабушки. Бабушке уже нет с нами пять лет, но бабушка всегда просила, чтобы мы никуда его, скажем так, не отдавали. Да и мы с самого детства с ним, мы уже так привыкли к нему, что, ну, как-то забота о нем, в принципе, у нас это, ну, как третий ребенок, потому что у меня своих двое. И, как бы, в принципе, ну, член семьи, мы с самого детства с ним. Замещающая семья – новая форма социального обслуживания для нетрудоспособных граждан. Это направление предполагает, что человек, нуждающийся в посторонней помощи, остается в привычных для него условиях, получает все необходимые услуги на дому, окружен должным вниманием и заботой. Иными словами, пожилой человек может обрести семью с теми, кто готов взять на себя заботу о представителе старшего поколения. Это полноценная семья. Молодая семья – это муж, жена и двое детей, ну, и их такой родственник Филипп Иванович. Семья процветает, они делают ремонт, они заботятся о Филиппе Ивановиче. Он раньше не выходил из дома, в общем, сейчас ему необходимо общаться со своими, получается, внуками приемными. И вот он активно принимает участие, выходит на улицу, значит, играет, присматривает за ними. Мы бы, конечно, хотели обратить внимание зрителей на то, что такая форма жизнеустройства граждан пожилого возраста уже давно существует в нашем государстве. И самое главное, что государство ее поддерживает не только морально, но еще и финансово. Пока в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района областного центра замещающая семья одна. Но нуждающихся в ее услугах пожилых людей порядка полторы тысячи. Помочь одиноким людям обрести семью просто. Нужно только собрать некоторые документы для заключения договора на оказание социальных услуг в замещающей семье. Заявление, в первую очередь, требуется для этого копия удостоверения инвалида. И при заключении договора мы требуем такую справочку о состоянии медицинского здоровья, о наличии показаний и противопоказаний, которые необходимы для социального обслуживания в данной семье. Может быть помощником человек от 18 до 65 лет. Он должен проживать на территории Республики Беларусь. И он должен помогать, быть помощником, согласиться в этой семье, брать на себя всю ответственность, обязанности по уходу. И он обязательно должен вести совместное хозяйство. Вот такие требования. Жить вместе, вести общее хозяйство, а главное уберечь от тяжелого одиночества пожилого человека – дело серьезное. Взять на себя такую ответственность сможет не каждый, но сколь много людей нуждается в семье, благодаря которой они могли бы встретить счастливую старость.